Могучи, на самом деле, в стране живут. Величие стране и гордости людям, живущим в России, безусловно, добавляют подвиги, совершенные нашими дедами и прадедами во время Великой Отечественной войны. Вашему вниманию очередная история из серии «Я помню, я горжусь». Ну, я начну с того, что в этом смысле я себя считаю, конечно же, очень счастливым человеком, потому что я застал двух своих дедов, которые пережили войну, израненные, да, и я немножко помню их рассказы. Вот, они вместе призвались на войну в первый же год, вот, и некоторое время даже они вместе воевали, вот. И однажды я слышал такую интересную историю. Один мой дед, которого зовут Тимофей, он служил в разведке, а второй дед Костя, Константин, ну, так звали его дед Костя, вот, он был связистом. Вот, и дед Костя протягивал вот эти вот провода для связи, а другой мой дед Тимофей в это время скакал на лошади и подковой перебил провод. Вот, и тогда они очень сильно поссорились, потому что деду Косте пришлось заново проходить весь этот путь с проводом и искать, где порыв. И мне посчастливилось в 1978 году с дедом Тимофеем съездить навстречу ветеранов. Вот, в советское время такие вот акции проводились. Вот, и я был свидетелем одной очень интересной встречи. Это был город Курск. Вот, мы с дедом сидели в комнате вечером. Неожиданно в дверь заглянул какой-то дедушка, вот, и голова исчезла. Буквально через несколько секунд опять появилась эта голова, вот, и он ткнул на деда пальцем и говорит, о, иголка в шапке. Вот, оказывается, как потом выяснилось, в 43-м году мой дед был очень сильно тяжело ранен. Это было как раз тоже вот в районе Курской дуги, так скажем. Вчетвером они пошли в разведку, и так случилось, что они оказались совершенно на открытом поле. И это время два вражеских самолетов, заметив вот эту группу, начали их преследовать, обстреливать, там, пулеметными очередями. Вот, они забежали в этот дом, и, как сам дед рассказывал, укрыться было очень тяжело от этих пуль, потому что насквозь прошивали весь этот дом. Вот, и мы, говорит, просто вчетвером забились под печь. Потом один, значит, из самолетов сбросил бомбу, и она точно угодила в этот дом. В живых остался мой дед с очень тяжелыми ранениями, и вот потом же опять он рассказывал, что какая анестезия тогда была. Вот, дед потерял глаз, у него перебиты были ноги, вот, правая рука почти не действовала, там, пол лопатки просто было вырвано. Вот, и после операции, когда хирург уже накладывал швы, вот, дед был в сознании и говорил, ну, видимо, было очень больно, и он говорил, ну, что ты делаешь, возьми, там, в моей шапке есть очень острая иголка, шьешь мои раны тупой иголкой, вот. И вот, видите, так потом они встретились. Дед Тимофей, о котором я начал рассказывать, он человек был с очень удивительным чувством юмора и с самобладанием. Вот, потом, позже, мне рассказывала моя бабушка, его супруга, Клавдия Федоровна, из госпиталя он написал письмо. Вот, я вот весь изранен, как бы глаза у меня нет, но, типа, ничего, с ногами что-нибудь придумаем, а глаз мне пришьют от быка. Да, то есть, вот, как бы, находясь вот в таком положении, да, тем не менее, он... Вот, потом дед Тимофей, конечно, уже дальше службу не мог продолжить, и в 43-м году он вернулся домой. У деда Тимофея во время службы, в общем, за ним была закреплена лошадь. Он рассказывал, что однажды они поехали куда-то далеко и просто заблудились, то есть, непонятно было, где, куда, вообще, как ехать. Вот, он говорит, и просто психанул, отпустил по воде, и, ну, куда пойдет лошадь, туда и пойдет. Вот, и так случилось, что она вывела вот в расположение свое. Рассказывал, что очень подружились они вот с этой лошадью, это, пожалуй, такой боевой товарищ, наверное. Однажды так случилось, что убила лошадь, там разорвался какой-то снаряд, и, в общем, эта лошадь погибла. И сослуживцы, да, зная его отношение, любовь вот к этой лошади, они стали подходить, там, жалеть деда, вот. А он как бы не терпел, вот, когда там жалеют, да, что-то там такое, вот. И он говорит так, сварите мне сердце моей лошади, я съем сердце своего друга. И он спрашивал у деда, то есть, что было самое тяжелое на войне. Вот, то есть, это вот окопы, там, и голод, и холод, и прочие все эти обстрелы, то есть, война есть война. Вот, он говорит, внук, это все можно пережить. Рассказал историю, когда они вошли в город Ржев, и центральная улица была вся увешана людьми, то есть, были повешены наши советские люди, так понимаю, что и мирные граждане, в том числе, на центральной улице, на фонарных столбах. И он говорит, что вот это было сложнее всего пережить. Он говорит, именно тогда я понял, что такое фашизм, что есть фашизм. Ну, может быть, мои деды, они совершили каких-то больших подвигов, да, но, как бы, мы очень гордимся ими. У меня сын очень просит фотографию деда, он говорит, я хочу, чтобы в моей комнате висела фотография моего прадеда, получается, для сына прадеда. Я в военной форме, говорит, я буду этим гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова